Привет, Аксинья! Привет! Как дела? Хорошо. Скажи, на кого я похожа? Покажите! Ого! Почти Вера Глаголева! Похожи мы лишь цветом волос. Другое дело, когда у тебя есть близнец. При желании можно запросто обмануть, заменив одного на другого. А вот и искусственный интеллект в этом деле специалист, потому что опирается не на внешний вид, а на точные данные. Биометрию в мире давно стали использовать для совершения платежей, покупок и других действий. Уникальными в нас являются лицо, голос, отпечатки пальцев, сетчатка и радужка глаза, рисунок вен на ладони. Идентификация ребенка по ладошке в 3-м Чебоксарском лицее – повседневность. Система ладошки здесь работает с 2015 года в самом посещаемом месте любой школы – столовой. Редко кто здесь носит с собой наличные деньги. В столовой стоят два терминала – один на раздаче горячего, другой в буфете. Ребенок выбирает завтрак или обед и подставляет ладонь для считывания. Биометрическая система распознает пользователя по рисунку вен на ладошке бесконтактным вискулярным методом, то есть в инфракрасном диапазоне. Излучение датчика реагирует на ток крови. Таким образом процесс становится безопасным и гигиеничным. Прежде чем пользоваться сервисом, ребенка сканируют, внося его уникальные данные в терминал. Здесь на окошечках различные варианты меню, которые ты будешь выбирать. Но для того, чтобы ты ими воспользовался, мне нужно тебя сканировать. Понятно, да? Итак, мы с тобой работаем. Я набираю твой лицевой счет, который тебе присвоил банк. И сейчас нужно будет сканировать твою правую руку. Пожалуйста, приложи ручку сюда, ладошку, держи ее прямо и не двигай, пока я не скажу. Руку убираем на несколько секунд и еще раз прикладываем. Нише ввелим рукой, не двигаем. Очень хорошо. Одна рука, правая ладошка у тебя зарегистрирована. Левую руку, левую ладонь. Пожалуйста, прикладываем. Вот так, держим. Не двигаем. Убираем на секундочку. И еще раз повторно, чтобы закрепить этот рисунок. Очень хорошо. Все. Твои обе руки сканированы. Теперь ты можешь пользоваться терминалом. Через несколько секунд ты опробуешь хотя бы мини-выпуск. Договорились? Итак, опробуем мини-выпуск. Все. Поздравляю. Все. Хорошо работает. Такую процедуру проходит каждый ученик лицея и начинает пользоваться ладошкой. Деньги списывают с его лицевого счета, который пополняют родители. Малыши наши, то есть пятые, шестые классы, они в основном питаются у нас комплексный обед у них. И для удобства классным руководителям предлагается похожая карта. Эта карта на класс выдается. Там прицеплены все дети класса. И учитель, классный руководитель может как бы одноразово подойти, распечатать чек один на класс. 90% детей пользуются оплатой ладошками. Процентов 5 идут, это карточки. То есть родители не дали свое согласие на биометрию. Вот. И процентов 5 детей наличными деньгами расплачиваются. На выбор детям комплексное питание, шведский стол. Это когда из перечня блюд они могут выбрать себе, что хотят. И свободное питание. Тогда в терминал ученик вносит сумму покупки. У меня, кстати, все в классе пользуются ладошкой. У одного человека есть и карта, и ладошка. Так тоже можно. Это вообще полный all-inclusive. Нюанс такой, что иногда ладошка не пробивается не потому, что ты неправильно держишь, а потому, что она, как это назвать, холодная. Если вы сейчас посмотрите, вы заметите, что некоторые дети, у них не пробивается с первого раза ладошка, они делают вот так и пробивают еще раз. Я не знаю, как это работает, это физика, химия, что это, но это так. В тех местах, где проходят вены, ладонь теплее. Именно тепло считывает устройство. А, например, после физкультуры на улице руки могут замерзнуть, сосуды сужены, и разница температуры неявная. Кстати, это дополнительный повод помыть руки перед едой. Соблюдаются все условия сохранности представленных данных. Во-первых, система не сканирует и не хранит нигде графического изображения рисунка вен на ладони. То есть, вот этот рисунок используется для генерации хэш-кода, который сопоставляется потом с лицевым счетом ребенка, и потом этот код используется для идентификации. Для того, чтобы знать, чтобы система понимала, с какого именно лицевого счета нужно снимать деньги за еду. Данные хранятся внутри терминала, связи у него с внешними серверами нет. После окончания школы лицевой счет ребенка уничтожается. Да и практического смысла в хищении этих данных нет. Подобный способ в России больше нигде не используется. А вот за рубежом биометрия проникла во многие сферы. В Китае и Индии созданы глобальные базы данных граждан. И они могут совершать покупки без денег, просто показав камере свое лицо. А какие у вас документы? Усы, лап и хвост! Вот мои документы! На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету? А усы подделать можно. Вот именно усы в нашем случае никак не влияют на определение личности. В России банки уже больше года составляют единую базу биометрических данных клиентов. Это означает, что уже в скором времени любой россиянин сможет открыть счет, совершить перевод или взять кредит удаленно. Сдача биометрии абсолютно добровольная. Существует несколько вариантов и систем регистрации. Записать себя в единую биометрическую систему можно в одном из перечисленных банковских отделений. Сдавать биометрию это не больно. Вас фотографируют и просят посчитать от нуля до десяти, чтобы записать голос. Ноль, один, два, три, четыре. Теперь при звонке в колл-центр не придется вспоминать кодовое слово, чтобы, например, заблокировать карту в случае утери. Голос мой идентифицируют по тембру. Лицо же искусственный интеллект запоминает по контрольным точкам. Расстояние между глазами, ушами и так далее. Эти параметры с возрастом не меняются, утверждают в банке. И системе неважно, в очках вы или без, взбрели усы или поменяли цвет волос. Отдельные банки комплектуют свою внутреннюю базу. Не стоит их путать. Единая биометрическая система связана с порталом госуслуг, и через нее вы сможете получать услуги во многих частных банках удаленно. Например, открыть счет или совершить крупный денежный перевод без посещения банка. В будущем в общественных местах на входе будут распознавать, кто пришел. И предъявление паспорта отпадет само собой. А пока наши биометрические данные готовятся вносить в электронный паспорт. Его представили этим летом в правительстве России. Это пластиковая карта, внутри которой чип. На него записано все, что было в бумажном паспорте, включая миграционный и воинский учет. Плюс водительские права, данные с НИЛС и ННН. Произошли много изменений. А в наш цифровой век вопрос оформления, получения, изготовления и использования электронного документа, он, конечно, наиболее актуален. Новый документ будет с голографической фотографией, криптографическим кодированием и QR-кодом. Все это защитит персональные данные. Подделать такое электронное удостоверение практически невозможно. А если вы вдруг его потеряли, то можно быстро заблокировать одним звонком в полицию или МФЦ. Обновлять документ нужно будет раз в 10 лет. Старшее поколение, которое мы понимаем, ну, если не, может быть, не 100%, но 90% будут противиться этому. Это понятно. Поэтому человеческое отношение, прежде всего, к работникам в ЦЭК, которые проконсультируют в доступной форме, окажутся действием. Ну, в этом плане мы работаем. Чтобы все слои населения, все могли качественно воспользоваться новым видом электронных услуг. Ожидается, что первые электронные паспорта через год получат москвичи, но только по желанию. А вот СНИЛС уже окончательно стал электронным документом. Этот бумажный вариант выдают как страховку. Там указаны те же данные – номер, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Сам электронный вариант хранится на сервисах. Новый документ, он имеет две формы. То есть привычную на бумаге и электронную форму. Процедура занимает несколько минут. Оформление заявления и печать, и выдача уведомления. При этом нет привязки к месту жительства. Сейчас страховой номер можно скачать на госуслугах и сохранить его на компьютере или смартфоне. Получить уведомление можно, обратившись лично в любой орган ПФР, в МФЦ, либо через работу дателя. Лица, которые зарегистрированы на портале госуслуг, могут уведомления получить, уже не обращаясь ни в МФЦ, ни в ПФР, а из дома, с работы, через личный кабинет на сайте ПФР. Сегодня в Чувашии зарегистрировано 1 миллион 300 тысяч страховых номеров. Нововведения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. СНИЛС старого образца пока остается в селе, но зеленую пластиковую карту больше не выдают. Двигать цифровой прогресс будут IT-умы, которые начали целенаправленно взращивать по всей России, включая глубинки нашей страны. С начала учебного года в районах Чувашии заработали точки роста. К открытию их готовили комплексно. Капитальный ремонт и полное переоборудование. В Мариинско-Посадском районе в двух школах реализуется эта программа. Это у нас Октябрьская средняя школа и Шоршевская средняя школа имени Адриана Григорьевича Николаева. Администрации района на эти работы выделены деньги. 270 тысяч. И своими силами школа у нас проводит эти ремонтные работы. Наставников центра обучали в Чебоксарском детском кванториуме. Сельские педагоги со всего Поволжье разрабатывали кейсы, в которые вписывали работу с новыми для них и школьников технологиями. Мы, конечно, хотим круто инженеров воспитывать однозначно, и нам их необходимо вырастить. И в сельской области тоже. Зависит это от педагогов, от того, насколько круто они смогут проектную деятельность там развернуть, насколько грамотно повернуть детей от образования традиционного к выучиванию какой-то информации или выполнению лабораторных работ к моменту, когда дети будут проектировать и планировать эксперименты сами. Учили нас многому большое количество информации, вот как будто просто прыжок в космос. У нас школа сельская, ремонты, так скажем, не часто происходят. Нам отремонтировали два кабинета, то есть все супер там окна вставили, все. Я в первую очередь этому рада. Я рада, как учитель информатики, потому что новый комплект компьютерного оборудования. У меня старые компьютеры с 2007 года. Технологии, информатика и ОБЖ. Именно три этих предмета с сентября 2019-го в точках роста преподают по-новому. За лето школа из обычной превратилась в цифровую. 3D-принтер, квадрокоптер, мощные компьютеры. Их ребята вместе с наставниками уже начали осваивать. Увлекаясь от робототехника где-то год. Появилась она у нас где-то с пятого класса. Ну, в будущем, может быть, стану инженером. Раньше на втором этаже, там 40-й кабинет есть, там и занимались. Новый стал красивее, удобнее. Очень рад. Образовательные центры начали работу в конце сентября. Одновременно на базе 2049 сельских школ в 50 регионах России. Через пять лет в стране появится 16 тысяч таких центров. В этом году в Чувашской республике открываются 40 точек роста. Вообще в Чувашской республике в 25-м году должны возникнуть в сельской местности 240 таких точек роста. Практически все школьники Чувашской республики будут охвачены центрами гуманитарного и цифровых профилей. Это позволит уже на ранних стадиях обучения в школе погружаться и проводить погружение в мир будущих профессий. То есть это, по сути дела, ранняя профориендиционная работа наших школьников. В среднем одна такая точка роста обходится в полтора миллиона рублей. Но новые возможности для образования стоят того. Продолжение следует...